Шалом, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о двух основных взглядах на тему битахона, которые существуют в иудаизме. По сути, битахон – это самая сложная тема в мире. На эту тему написано и сказано уже очень много, и эту тему можно и нужно изучать всю жизнь. Тем более, что сказал Вильницкий Гаон, что главная причина дарования Торы народу Израиля – это чтобы уповали на Всевышнего. По сути, в иудаизме есть два взгляда на тему битахона, которые прослеживаются у наших мудрецов. И несмотря на то, что и то, и другое – слова Бога Живого, недостаточное понимание этой темы может привести к упущению работы над битахоном. Итак, давайте разберемся в этих двух взглядах на битахон, чтобы понять, какую работу над битахоном Всевышний желает от нас сегодня. Первый взгляд на тему битахона гласит, что совершенный битахон приводит к исполнению желаний. Это мнение великих мудрецов Рабыну Йона и Рабыну Бахи. С их точки зрения человек, который уповает на Всевышнего с совершенным стопроцентным упованием, стопроцентной уверенностью, Творец исполнит любые его желания. Мы учим это из того, что написано в Медраше Елкут Шимони, что даже злодей, но полагающийся на Бога, благо будет окружать его. В соответствии с этим мнением, спокойствие, которое приходит вследствие битахона, проистекает из ощущения непоколебимой уверенности, что мое желание исполнится. Таким образом, молитва и битахон являются средством получения вожделенного сердечного желания. Расскажу вам небольшую историю про Рава Исраиля Салантера, который был сторонником этого мнения. Кстати говоря, рассказывает, что понятие подсознания основатель классической психотерапии Зигмунд Фрейд взял именно у Рава Салантера, который задолго до Фрейда преподавал эту тему. Слушайте рассказ про Рава Салантера. Как-то раз, когда он рассказывал о битахоне, ученики спросили его, не мог бы Рав показать на практике, как это работает? Хорошо, сказал Рава. Что вы хотите, чтобы я привлек сюда? Выберите одну вещь. Один из учеников поднял левую руку с красивыми дорогими золотыми часами и сказал, давайте выберем такие же часы. Все ученики согласились, и Рав Исраиля Салантер начал свою духовную работу. Прошло несколько часов, и вдруг расстается стук в дверь. Ешивы. На пороге стоит военный высокого ранга со свежими ранами на лице и немного хромающих. Кто тут Рав Салантер? Спросил он с порога. Ученики мгновенно привели его к Раву. Военный, как только увидел Рава, поклонился ему низким поклоном и протянул часы. Рэбе, это вам. Я обещал Всевышнему, вы должны принять этот дар от меня. Ученики застыли в удивлении. Один из них, совладав с чувствами, быстро обратился к военному и спросил, пожалуйста, расскажи, что произошло. Хорошо, сказал гость. Я командир роты. Еще несколько часов назад я вместе со своей ротой участвовал в ожесточенном бою неподалеку от этого местечка. Силы были неравны, и я видел, что надеяться уже не на что. Люди вокруг меня умирали, как мухи. В отчаянии я обратился к дворцу и сказал ему, Господи, если ты спасешь меня, я жертвую тебе самое дорогое, что у меня сейчас есть при себе, эти золотые часы на моей руке. Я не знаю, что произошло после этого. Невероятным чудом я вышел оттуда живым и здоровым. И сразу пошел исполнять обещания. Я спросил в нашем местечке, кто тот самый святой человек, и мне сказали, что Рассалантр. Теперь я спокоен, что исполнил мое обещание.